здравствуйте всем дорогие друзья выхожу опять на связь выхожу в эфир я верю как драгоценные вы уже многие заметили и некоторые из вас задают такие вопросы но дмитрий почему вы как бы немножечко выпали со своего канала небожителей почему вы так часто не выставляете видео не выставляете ролики какие-то прежде всего хочу сказать что планирую собираюсь выставлять чаще потому что необходимо потому что есть чем делиться и что передать и даже сегодня запишу несколько вот таких вот разного направления роликов которые выставлю которые выложу хочу сказать друзья вы ценные драгоценные святые ни в коем случае я вас не забыл я люблю вас всех подписчиков и всех критиков также и конструктивных критиков и негативных критиков крик критиков всех дорогие благословляю вот и я думаю это надо исправлять потихонечку поправлять но как я уже говорил и хочу просто наполнить напомнить ситуация такова что на данный момент мы проводим серьезную школу второй курс школы мы проходим он заканчивается в июле мы делаем перерыв два месяца и с сентября начинаем третий максимально практический и углубленный курс специфически о характере божьем и глубинном хождении в характере божьем и так далее что я считаю самым важным и самым значимым все зависит и все отталкивается все абсолютно в христианстве от нашего познания бога и от нашего хождения с ним и духовная война и духовное ходатайство и т.т. и т.п. и все что угодно и это то что чем мы сейчас заняты также некоторые из вас задают такие вопросы дмитрий а почему что вы создали какую-то внутреннюю скрытую школу какую-то секту и вы там какие-то глубокие учения преподаете а почему вы это не делаете в общем доступе такую вот не даете возможность для всех чтобы люди слышали то чем вы например делитесь на вот этой внутренней закрытой школе и драгоценные это как раз то я и хочу сейчас быстренько вам объяснить но прежде всего мы знаем что есть много хороших учителей в целях в теле христовом но много хороших проповедников они были исторически в истории раньше а и они есть сейчас которые высвобождали различного рода благословенные учения важные учения ценные и значимые но зачастую возникала такая проблема что эти учения и это слово попадала в уши людей незрелых которые не были способны правильно воспринять и правильно переварить то что они услышали как результат они неправильно практиковали это учение и вошли в какие-то заблуждения и начали подводить других под это заблуждение также есть учения которые не обязательно всем знать и всем вникать есть специфические учения для специфических групп людей которые непосредственно призваны в определенные сферы в которой они должны двигаться учение для бизнесменов специфически не подойдет такому общенаправленному среднему христианину которого бог не призвал в бизнес и вы знаете как было у нас раньше в стране в снг что все выкладывается абсолютно всем и все пытаются это брать и как-то использовать и в процессе страдают ранятся сами ранят друг друга некоторые из-за незрелости и из-за незнания священного писания притыкаются об определенные учения об определенных учителей и начинают критиковать и осуждать их и тем самым на себя навлекают определенные осуждения и проблемы да потому что каким судом судишь таким и сам осужден будешь то есть такие ситуации возникали в прошлом к сожалению такие ситуации возникают сейчас и у нас как у небожителей служение есть определенный опыт где люди конкретно неправильно принимали воспринимали определенные учения и даваемые им знания вопреки даже предупреждений определенных они продолжали практиковать это все неправильно в незрелости не взаимодействия с господом не вопросив господа не имея водительства святого духа и у людей были серьезные проблемы не только физического плана но и ментального психологического плана я скажу честно мне нам служению небожителей не безразлична судьба людей которые слушают и кормятся учением которое мы даем это не так что я учу я делюсь мне господь сказал мне дух святой сказал а мне уже там до лампочки как что где почему что там с вами после этого происходит это уже второй вопрос для нас это не так почему потому что учу тот кто учит имеет ответственность перед научаемыми и это ответственность складывается не в том что я должен максимально насколько это возможно и насколько позволяют способности высвободить материал здраво правильно правильно разделяя слово истины но также проследить и посмотреть как человек все это практикует возникают ли у него определенные проблемы или нет мы смотрим на иисуса на самый главный и на самый важный пример в нашей жизни иисус не проповедовал всем все в подряд всегда у него были учения которые он с которыми он делился более узкой аудиторией двенадцати апостолов среди этих двенадцати было три которые являлись более узкой аудиторией в этой сфере и внешним он также проповедовал в притчах а ученикам непосредственно объяснял и то мы видим что семьдесят его учеников оставляют его потому что притыкаются об определенное учение которое он высвободил мое мнение и я верю это не мудро и это не здраво проповедовать всем все что ты получаешь и просто вот так сеять на все четыре стороны на все уши которые предоставляются тебе я верю это не мудро и не здраво и некоторые постра и учителя делали это и они пострадали и я в прошлом делал это и имел определенные неприятные последствия та школа которую мы имеем сейчас те студенты которые находятся в этой школе прежде всего прошли собеседование не ради контроля а во всяком случае мы хоть немножко в какой-то степени узнали их услышали их прочувствовали их своим сердцем во вторых когда дается определенный материал в школе в субботу в среду два часа в среднем мы посвящаем на то чтобы отвечать на специфические вопросы студентов относительно пройденного материала вот этого специфического учения которое было в субботу и вы знаете вопросы они критически необходимы потому что через задавание вопросов студентов мы видим в чем они движутся как они варятся мы можем мягко и нежно с любовью корректировать им что-то советовать и отвечая на вопросы происходит определенное прояснение того чего-то непонятного что не влезло не вошло и не было усвоим усвояемо студентами приходит ясность и через эту ясность приходит конкретность что помогает людям прокорректироваться воспринять определенные вещи правильно и правильно практиковать чтобы иметь благословенные последствия от учения в пятницу у нас есть пророческий сон 7000 плюс там есть студенты нашей школы и есть не студенты нашей школы где мы имеем более конкретно и более насколько это возможно близкое общение где у людей у всех имеется возможность практиковать разные учения дары духа откровения видения слово знания слово мудрости и так далее и тому подобное аудитории других студентов и таким образом мы также помогаем людям научаться движение в дарах святого духа и это такое более близкое общение таким образом есть определенная здравая подотчетность наша перед студентами и студентов перед нами поэтому высвобождая более глубокие вещи более глубокие вещи мы чувствуем себя в правильной позиции и это мудро я верю это мудро если вы изучите материалы учеников апостолов и вообще как двигалась первоапостольская церковь исторические материалы вы друзья увидите что учение высвобождалось по градациям по группам и по категориям было то что высвобождалось всем было то что высвобождалось определенному кругу людей поэтому никуда от этого не денешься если если вы копнете дальше и посмотрите еврейские традиции традиции раввинов то есть опять таки как передавалась тора как научалась тора и так далее вы также увидите градации четыре градации основные сод драж и так далее вы об этом всем знаете где воспринималось четыре условия воспринималось на четырех уровнях училась на четырех уровнях и более глубокие уровни высвобождались драгоценные более посвященным поэтому никуда от этого не денешься это не то что мы что-то удерживаем и нам больше нечего делать или то что что-то мы не хотим просто вот так вот открыто высвободить потому что мы жадные или нам жалко нет вы услышали ребят наш разум вы услышали наше сердце кто-то может не согласиться ваше право кто-то может согласиться ваше право благословляемся к тому же на сонме первый час соном у нас обычно длится три часа два часа свободного служения в духе но первый час на сонме даже в пятницу также рассматриваются вопросы людей по всем пройденным темам если в среду мы специфически отвечаем на вопросы относительно специфической темы которая была в субботу также есть возможность спрашивать по всем темам потому что некоторые студенты продолжают люди присоединяться к школе и они говорят а как же насчет того материала который мы пропустили слава богу этот материал в архивах записан и студенты имеют доступ к архивам и те которые попали на второй курс школы уже некоторые прослушали первый курс школы несколько месяцев и второй то есть они сами в свое время как удобно им нарабатывают принимают и у них конечно задаются вопросы и вопросы общего плана мы также стараемся отвечать в пятницу поэтому есть определенное взаимодействие поэтому никуда не денешься будут возникать вопросы и недостаточно просто прослушать чудесное прекрасное учение или даже в процессе практики будут возникать определенные вопросы поэтому надо иметь более глубокое взаимодействие на уровне на ставничества вот это в принципе драгоценные этим и подытожу это то что я хотел сказать относительно относительно почему я так часто не выходил эфир и почему у нас есть специфическая школа определенных студентов там и служители там и пастора учатся и так далее поэтому слава господу кому-то даже эта глубокая школа не подошла и люди ушли не согласные с тем или иным пониманием или видением или видением слава богу это абсолютно нормально и так должно быть кому-то это и не нужно то что высвобождается хотя темы определенные высвобождаются это не то что там какая-то непонятная мистика в сфере ходатайства в сфере духовной войны в сфере креста и так далее то есть это не то что какие-то странные непонятные учения но мы идем глубже и описание говорит мудрость мы проповедуем среди совершенных но не мудрость века сего не в том что мы какие-то все тут супер совершенные но все же есть более зрелые и менее зрелые куда ни глянь в любой церкви в любом служении есть все таки более зрелые и менее зрелые конечно может те кто более зрелые они не незрелые как апостол павел и как апостолы это понятно но тем не менее это абсолютно нормально кто-то присоединился и у нас есть свидетельство и исцелений и преображения жизни и люди начинают ходить в духе и видят духовные реальности небесного царства и так далее и тому подобное слава богу слава богу мы всегда верим что те кто должны быть на этой школе будут что господь приводит людей при том очень важно что люди перед тем как присоединиться к этой школе молятся и многие из них почти все скажем так когда мы проводим с ними собеседование они непосредственно говорят что они молились они искали господа и получили тем или иным образом водительство от господа нужна им эта школа или не нужна и те кто получали что нужно присоединялись и не жалеют вот это вот так вот ответить на некоторые из ваших вопросов и в этой сфере конкретно четко и ясно все прояснить драгоценные сейчас закончу тем что мы также планируем как небожители и рассматриваем в будущем кстати сейчас на данный момент проходит школа английского языка я и иногда моя жена и мой сын носители английского языка мы решим решили помочь людям тем кому это надо и тем кто не ленивые не ищущие супер методов а те которые готовы трудиться тем кому нужно либо для в будущем либо в настоящем знание английского языка специфически разговорного английского языка некоторое время назад где-то месяц назад по моему мы начали школу это небольшой такой бизнес то есть это не бесплатная школа но по минимуму люди платят с них не сдирают по максимуму а по минимуму то есть извините когда вы обратитесь потом то вы узнаете относительно вот цены специфические и так далее это не в рамках христианского обучения это в рамках специфического обучения разговорному английскому языку люди прежде всего учатся мы имеем направление научить говорить не научить правила не научить читать писать это можно учиться в другом месте но есть недостаток на это есть специфический ролик на ютубе и набор продолжается кто-то уже отсеялся потому что опять-таки это абсолютно нормально отсев это здраво это нормально кому-то не подошло кому-то не было удобно кому-то не понравилось кто-то не согласился абсолютно правильно кто-то присоединился и продолжает мы продолжаем набирать набор есть еще в течение еще двух месяцев мы будем это делать три месяца это базовый курс потом мы посмотрим что мы будем делать может будем делать также базовые курсы продвинутые курсы и поэтому это то что также мы делаем и начали делать опять-таки все записывается все редактируется и помещается в архив потому что есть люди которые не могут непосредственно пребывать на этой школе это проходит два раза в неделю по часу в среду вечером и воскресенье вечером но не все попадают на все уроки а кто-то вообще и ни на один урок не попадает из-за того что люди живут в разных странах разные временные пояса и так далее но люди тем не менее учатся потому что они получают доступ в архив 24.7 и у них есть возможность нарабатывать английский прослушивать смотреть на какие-то вещи поэтому добро пожаловать тем кому это нужно опять-таки телефон администратора телефон Олега он в ссылке в описании канала вы можете также обращаться не только относительно школы небожителей духовной школы но и также школы английского языка и желание нашего сердца сердце было также помочь людям рассматриваются также две школы в будущем одна школа вторая уже была здесь школа 15 студентов было это была закрытая школа школа небожителей в южной африке непосредственно мы планируем проводить вторую школу где студенты которые вынуждены будут оплатить эту школу приехать приедут в южную африку может максимум 30 человек будет группа для глубокого взаимодействия и как говорится на учения и взаимодействия на школе где будут также и другие преподаватели вот которые будут учить и будем углубляться поэтому это то что рассматривается и рассматривается такая познавательно ознакомительная школа которую мы в свое время хотим провести в Турции в поездке по семи церквям где будет немного учений молитвы и также свободное время где это мы совместим приятное с полезным мы совместим сделаем такой тур духовно ознакомительный по святым местам семь церквей в книге откровений возможно даже и другие места где также будет набор людей и мы хотим провести этот тур как небожители в Турции также рассматривается этот вопрос поэтому слава богу это как бы вот такие небольшие объявления и сейчас я отдельно запишу второй ролик возлюбленный брат Олег у которого язык как трость скорописца написал определенный такой такую как рекламную спич речь для тех кто хочет учиться также в школе в школе английского языка и я мог бы просто в общем об этом рассказать но решил это сделать более интересно как бы знаете есть люди которые пишут речь президенту и вот он как бы брату дмитрию написал такую речь и вот во втором ролике я хочу это озвучить это серьезная серьезная реклама но я хочу преподать преподать ее в интересном комическом таком образе для того чтобы вы не просто послушали ее но и возможно некоторые посмеялись все ожидайте с господом